Как сразу раскусить человека? С первого взгляда, с первого слова. Как не ошибаться в людях и понимать, с кем имеешь дело на самом деле? Где же истинное лицо человека? Смотрите видео до конца, сегодня мы расскажем о гениальном трюке Зигмунда Фрейда, который позволит не ошибаться в людях. Говорят, что при первом знакомстве очень сложно распознать, каков человек, что у него за привычки, как он относится к нам. Это и не удивительно, поскольку наш собеседник в это же время тоже пытается определить, что мы из себя представляем. А еще все, конечно же, помнят про единственный шанс создать первое впечатление, поэтому очень стараются показать себя с лучшей стороны. Более глубоко раскрывается перед нами человек, когда становится нашим другом, близким человеком, любимым. Не зря говорят, что настоящий друг познается в беде, и пока не съешь с ним пуд соли, не сможешь узнать его истинную натуру. Для понимания, кто перед нами, нужно время. Не те несколько минут общения при знакомстве, а часы, дни, недели, месяцы и даже годы. Только со временем мы сможем разгадать характер человека, понять мотивы его поступков. И это не точно, ведь не каждый готов раскрываться полностью перед даже самым близким человеком. А порой мы и сами не представляем, на что способны в нестандартных ситуациях. Познать себя в течение жизни тоже не каждому удается до конца. Современные психологи раскрыли нам массу уловок, с помощью которых мы можем более конкретно предугадать, что из себя представляет пока еще незнакомый нам человек, с которым нам предстоит общение. В основном нам предлагают опираться на внешние характеристики. Одежду, прическу, манеру двигаться, смеяться, на мимику и жесты, на речь, ее скорость, особенности построения фраз. Способов много, и каждый из них помогает оценить незнакомца с первого взгляда. Но предугадать, с какими скрытыми или тщательно скрываемыми особенностями характера и поступков нам придется столкнуться в дальнейшем, поможет все-таки длительное и более близкое общение. У немецкого писателя Эриха Марии Ремарка было убеждение, что лишь данная человеку власть может раскрыть его достоинства и недостатки в полной мере. Но особенно полно он может показать себя, когда его этой власти лишают. Хочешь узнать человека – дай ему власть. Захочешь понять человека до конца – отними у него власть, и ты увидишь, кто он такой. Когда кто-то получает власть, хоть маленькую, но все-таки ту, в которой от него зависят другие люди, он, сам не осознавая этого, начинает проявлять свои скрытые черты. Власть над людьми дает возможность влияния на них и от того, каков истинный характер человека, будут и поступки по отношению к его подчиненным. Одни считают обладание властью не преимуществом над остальными, а огромной ответственностью за них. В этом случае у них проявляются лучшие черты. Они считают, что должны служить примером в том, что делают, понимают, что благополучие подвластных ему людей во многом зависит от них самих и их поведения. Но власть проявляет и негативные черты характера. Так скрытый деспот и эгоцентрик считает, что, имея власть, он может целиком и полностью подчинить себе других людей. Их благополучие также будет зависеть от того, кто обладает властью, но при этом они будут бояться потерять его, поэтому вынуждены будут подчиняться всем требованиям. Говоря о власти, мы не всегда имеем в виду крупных руководителей или даже государственных деятелей. Даже тот, кого считают главой семьи, может либо чувствовать свою ответственность за своих домочадцев, либо наслаждаться безграничными возможностями влияния на них с помощью угроз и авторитарного поведения. Все зависит именно от человека, которое, данная ему власть, заставило раскрыться перед окружающими полностью. Древнеиндийские мудрецы определили другую формулу, по которой можно прочитать человека как открытую книгу. Они сказали, «Хочешь узнать человека, тогда задень его». Человек — это сосуд. Чем наполнен, то и начнет выплескиваться из него. Мы можем представить себе нашу жизнь как сосуд, который в течение всего времени наполняется мыслями, знаниями, опытом, эмоциями. У каждого этот сосуд свой, от того, с кем мы взаимодействуем, чем интересуемся, как представляем себя в этом мире, зависит содержание этого сосуда. Мы бережно храним это содержимое, но в минуты давления со стороны других выплескивается именно то, чего в нас больше. Если мы доброжелательны, искренни, в нас нет злонамеренности, на любое давление извне мы реагируем спокойно, с пониманием. Если же человек прячет от других трусость, ненависть, ложь, именно они и проявятся, когда он оказывается в сложной ситуации, требующей быстрого реагирования на нее. Человек всегда с готовностью делится тем, чего у него в избытке. У кого-то это радость и любовь, спокойствие и готовность помочь, а кто-то переполнен гневом, обидами, злостью. Естественно, внутри нас не только одна эмоция, мы наполняемся в течение жизни множеством различных эмоциональных проявлений. Но в этой смеси всегда что-то будет доминировать, преобладать. Какая-то черта характера будет самым важным ингредиентом этой смеси нашего жизненного сосуда. Если внутри нас накапливается слишком много нереализованных желаний, мы чаще испытываем боль, обиду, страх. Мы часто ощущаем комок в горле, чувство тяжести. Нам нелегко нести этот груз несбывшихся мечтаний. Все это перерастает в нашем сосуде в гнев, агрессивное поведение. Мы чаще предъявляем претензии к окружающим, негативно оцениваем их поступки, даже закатываем истерики. Наверняка каждому приходилось видеть такого пышущего гневом человека. Мы не в силах успокоить его эмоциональное раздражение. Из него в этот момент выплескивается то, чем он переполнен, и от нас его поведение не зависит. Ведь не мы наполняли его сосуд гневом. Лучшее решение в этой ситуации — отойти в сторону, чтобы весь гнев и негатив не обрушился на нас. Пусть он просто выйдет из человека, а уже потом, освободив свой переполненный сосуд, он сможет наполнить его чем-то более позитивным. Но мы-то уже сделали свои выводы об этом человеке. И можем решить, стоит нам продолжать общение с ним, если его неконтролируемый поток эмоций проявляется при определенном давлении таким мощным фонтаном негатива. Это еще один повод понаблюдать за собой. Когда ситуация требует немедленного решения, когда на нас оказывают давление, что мы источаем из себя? Раздражение или добрые чувства? Страхи и боль или радость и позитив? Ведь как мы наблюдаем за поведением окружающих, так и они смотрят на наши проявления эмоций. Путь к разгадке от психолога Зигмунда Фрейда. Великий психолог знал точный ответ на вопрос, как понять человека с первых минут общения с ним. Он говорил, «Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вывести вас из себя». Слова Фрейда заставляют задуматься о том, из каких крупиц жизненных событий складывается характер человека. Неприятности, трудности, большие и маленькие беды. Все это лакмусовые бумажки, помогающие распознать черты характера. Если перед нами встает проблема, каждый из нас реагирует на нее по-своему. Одни спокойны и невозмутимы, сохраняют самообладание и готовы к разумным действиям. Другие закатывают истерику, гневаются или переполнены страхом. Разные эмоции говорят о разных уровнях зрелости нашей личности. Независимо от проблемы, мы реагируем на нее, открывая свое истинное лицо. Если нам присущи терпение, стойкость к жизненным невзгодам, высокий эмоциональный интеллект, мы не будем кричать, гневаться, плакать или прятаться от страха куда-нибудь подальше от всего этого. Мы встретим негативную ситуацию спокойно, включим разум и поступим так, как он подсказывает, а не как требуют наши эмоции. Умеем справляться с эмоциями, значит, можем считать себя зрелой личностью, достойной уважения и самоуважения. Если же человек не может справиться с эмоциональной бурей, вызванной проблемой, ему предстоит еще поработать над собой. Как узнать, что за личность перед нами? По рецепту Фрейда ставим перед человеком сложную проблему и смотрим на его реакцию. Если он начинает раздражаться, его охватывает паника или он выплескивает наружу гнев, попути ли нам с этим человеком? Зачем нам продолжать общение с тем, над кем властвуют эмоции, а не разум? Если мы считаем себя зрелой личностью, то и выбирать в свой круг общения лучше людей с высоким эмоциональным интеллектом, способных спокойно и разумно преодолевать трудности и решать проблемы. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях о гениальном трюке Зигмунда Фрейда. Ну а мы желаем вам душевного равновесия, мудрости и гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok